Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самарской области смягчили ограничения из-за COVID-19. Каких сфер деятельности они коснутся? В Самаре начали реставрировать дом купца Маштакова. Авторы проекта нового городского культурного пространства, которое появится в здании, получили президентский грант. Защита граждан от онлайн-мошенничеств и бесплатный доступ к обязательным сайтам. Какие еще законы вступают в силу с декабря? На работу и домой не только быстро, но еще и с комфортом. Четыре капитально отремонтированных вагона метро вышли на линию. В Самарской области смягчили ограничения, которые вводили в связи с пандемией коронавируса. При наличии QR-кода разрешили проводить конгрессы и выставки в специализированных помещениях. Кроме того, допуск возможен и при наличии отрицательного ПЦР-теста. Соответствующее решение принял региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. На следующей неделе решат вопрос о возможном увеличении заполняемости зрительных залов и разрешении для точек общепита работы с 6 утра до 11 вечера. Также планируют рассмотреть возможность открытия детских игровых зон в торговых центрах. Решение о смягчении или ужесточении принимают, исходя из-за ПИД-обстановки. На этой неделе зафиксировали снижение заболеваемости. Тенденцию к снижению количества заразившихся коронавирусом отмечают не только в регионе, но и в областной столице. Об этом сообщили на заседании городского штаба по борьбе с COVID-19. В числе вопросов, которые обсуждали вакцинация людей старшего поколения и разблокировка транспортных карт. Подробности узнала Ольга Павлова. Уверена утверждать, что Самара вышла на долгожданное плато пока рано, но тенденция к снижению заболеваемости новой коронавирусной инфекции очевидна. Если на позапрошлой неделе количество заболевших составляло 4797 человек, то на прошлой их число снизилось ровно в полтора раза и достигло 2297. Таким образом, интенсивный показатель заболеваемости сократился на 36,2%. Улучшить статистику во многом помогли временные ограничения, которые вводились в Самаре в конце октября-начале ноября. Положительный пример – работа общеобразовательных учреждений, когда классы разделили на обучение очников и тех, кто занимался дистанционно. Я хочу ответить, что все равно тот уровень заболеваемости, который мы видим сейчас, он ниже, чем был на тот период, когда мы ушли на дистанцию. В числе приоритетных задач по-прежнему вакцинация населения, особенно граждан старше 60 лет. С работающими пенсионерами, отмечают в мэрии, проще. Они охотно делают прививки по требованию работодателя, чтобы обезопасить себя, окружающих и избежать кадровых проблем. С недородоустроенными людьми преклонного возраста сложнее. Некоторые из них отказываются вакцинироваться. Причина, полагает в администрации Самары, связана с недостаточной информированностью граждан о процедуре. На заседании оперштаба принято решение привлечь к работе над данным вопросом все существующие общественные организации, включая Совет ветеранов и общество инвалидов. Они должны будут провести беседы с антипрививочниками и, если потребуется, пригласить для детального разъяснения вопросов работников медицины. Очень хочется, чтобы наши люди серебряного возраста перестали доверять непроверенной информации, а верили врачам, как это делали они всю свою жизнь. Чтобы они понимали, что это спасает, что единственная возможность сейчас забыть об этой пандемии – это, конечно, максимальная вакцинация людей. В том числе и в первую очередь людей старше 60 лет. Уже вакцинированные граждане старше 60 лет могут рассчитывать на разблокировку транспортных карт. В настоящее время 8429 из них уже разблокированы. Как правило, на это уходят сутки. Вначале данные обрабатываются, поступают в Минздрав, после чего загружаются на госуслуги. Небольшие задержки по разблокировке социальных карт могут быть связаны с перегрузкой сервера в базы данных или человеческим фактором, к примеру, ошибкой в документах. Если у человека есть допущена, как бы даже здесь была такая ситуация, просто ошибка в одной букве или в двух буквах фамилии или в отчестве, то мы идем на то, чтобы эти транспортные карты разблокировать. В мэрии напоминают, в Самаре продолжают действовать ограничительные меры в период пандемии коронавирусной инфекции. Рейды проводят на объектах потребительского рынка, социальной сферы, транспорте. Ведут ежедневный контроль за амбулаторными больными. Нарушительным постановлением губернатора и требования регионального Роспотребнодзора грозят штрафы. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. Посещать торговые центры или рестораны смогут граждане, которые сделали ПЦР-тест не за 72 часа, а за 48. Срок действия результата анализа сократили на треть. Об этом сообщила глава Роспотребнодзора Анна Попова на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией. Решение приняли с учетом особенностей нового штамма – омикрон. Анна Попова отметила его высокую заразность и потенциальную способность вызывать более быстрый ответ организма. Все применяемые ПЦР-тесты в стране определяют заражение новым штаммом. Для более глубокой диагностики Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнодзора разработал систему выявления именно омикрона. Минтранс изменил свою позицию по поводу проверки QR-кодов у пассажиров авиалиний. Напомню, сейчас в Госдуме обсуждается законопроект о введении обязательных QR-кодов для покупки билетов на поезд и самолет. Планировалось, что код о вакцинации и перенесенной болезни будут требовать на этапе продажи билетов. Но теперь требования изменили, QR-коды придется предъявлять при регистрации на рейс. Если после покупки авиабилета у пассажира не окажется сертификат о вакцинации, зарегистрированного на сайте госуслуги, авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить этот сертификат. Без него пассажир не сможет пройти регистрацию, которая у российских перевозчиков обычно начинается за сутки до вылета. Если к моменту регистрации сертификат так и не появится на госуслугах, авиакомпания расторгнет договор с пассажиром и в течение 30 дней должна будет вернуть ему всю стоимость билета. Военнослужащие, которых призвали в армию, этой осенью начали прививаться от коронавируса, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Полторы тысячи новобранцев, которым предстоит служить в Самарской, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Пензенской и Астраханской областях, уже получили первые дозы прививки. Вакцинация проводится на добровольной основе, подчеркнули в пресс-службе ЦВО. Перед процедурой военнослужащие проходят обязательный медосмотр, сдают тест на наличие антител к COVID-19. А военные врачи рассказывают о характеристиках вакцины и возможных реакциях на препарат. Всем сделавшим укол, выдают соответствующие сертификаты. В Самаре подвели итоги открытого конкурса работ по созданию проекта «Пятой очереди набережной Волги». Выбор для жюри оказался непростым. Архитекторы со всей России прислали 30 работ. Оценили конкурсные работы председатель регионального правительства Виктор Кудряшов и глава Самары Елена Лапушкина. Подробности об этом расскажет Ольга Хомракулова. От независимых от берега эстакад до зонирования по туристическим кластерам. В Самаре завершился основной этап открытого конкурса по созданию проекта «Пятой очереди набережной Волги». Свой вердикт вынесла компетентная жюри, в состав которого вошли известные российские архитекторы и скульпторы, члены Союза архитекторов России и Международной академии архитектуры, а также представители регионального правительства и администрации Самары. Большинством голосов первое место присудили творческой команде из Самары с проектом «Пять открытий». Мы предлагаем сделать гастрономический кластер. Дальше кластер созерцания, то есть это тот дикий берег, который был всегда закрыт в районе Гресс, ближе к бассейнице САВС. Там предлагаем сделать именно общественное пространство, которое открыто на Волгу спускается амфитеатром. Организаторы и члены жюри признаются, сделать выбор было непросто. С 12 сентября по 20 ноября прислано 30 работ из разных городов России. Своя изюминка есть в каждой. Осмотрели конкурсные работы председатель регионального правительства Виктор Кудряшов и глава Самары Елена Лапушкина. Это работа, которая позволяет сделать набережную, проектируя набережную, действительно уникальной. Очевидно, что критериями для выбора победителя будет реализуемость проекта, оригинальность архитектурных решений. И, конечно, мнение людей здесь будет очень важно. Территория очень сложная сама по себе. И затапливаемые территории. Есть территории, которые находятся в частной собственности. Мы должны учитывать интересы собственников, но, тем не менее, вписать их в тот дизайн-проект, который сейчас разрабатывается. Конкурс совершен, событие свершилось, итоги подведены. И мы знаем, кто стал лауреатом этого конкурса и какие основные идеи, скорее всего, будут воплощаться в жизнь. Дальнейшая работа, предполагается, это уже конкретное проектирование, но, чтобы его начать, сейчас нужно решить главную задачу подготовки технического задания того проекта, который пойдет в жизнь. Следующий этап – народное голосование. Оно продлится в течение двух недель. Увидеть работы и отдать голос за понравившийся проект можно будет на выставке в Доме архитектора и онлайн на сайте конкурса. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов, событие. В Самаре начали реставрировать дом купца Маштакова. Здание на Самарской 207А является объектом культурного наследия. Авторы проекта нового городского пространства, которое появится внутри здания, получили президентский грант на реализацию своих идей. Ход реставрационных работ проверил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Обо всем подробнее Андрей Горгуленко. Дом Маштакова пока красуется лишь в проектных документах. Чтобы таким прекрасным он был и вживую, предстоит немало работы. Сейчас реставраторы подняли здание, чтобы укрепить его фундамент. Затем начнутся работы по внутренней отделке и восстановлению фасада. Снаружи рабочие постараются сохранить каждую деталь уникального дома, построенного в начале 20 века по проекту знаменитого архитектора Александра Щербачева. Объект замечательный, сразу скажу. Это прекрасный образец купеческого дома, эпохи русского стиля, модерна, очень красивый по архитектуре. То есть это действительно прекрасное произведение искусства. Еще в 1992 году здание взяли под охрану. Долгое время градозащитники хотели отреставрировать этот объект культурного наследия. Теперь появился проект, который позволит интегрировать обновленное здание в современную городскую среду. Внутри, после реставрации, откроется культурное пространство Заварка, музей-галерея, объединенный с кафе в купеческом стиле, которое позволит проводить различные выставки, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Здесь будет возможность для всех креативных творческих людей собираться. Здесь будет свободное пространство для организации новых выставок. Это место, где всегда будет тепло и ярко, интересно, живо. Реставрацию дома Маштакова выполняют на средства областного и городского бюджетов, а проект Заварка будет реализован на средства президентского гранта. Также в регионе запущен проект «Историческая память». В его рамках восстанавливают 10 объектов, а еще два – храм Михаила Архангела в поселке Шмидта и Шахабаловская богодельня на Красноармейской в этом году были отреставрированы. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков, События. Бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам, блокировка мошеннических сайтов во внесудебном порядке и уголовная ответственность за отсутствие маркировки на товарах. Эти и другие новые законы мы обсудили с экспертами. Упростить жизнь граждан и обезопасить. Законы, которые вступают в силу в декабре, будут регулировать в основном рынок электронных услуг. Например, закон о защите граждан от онлайн-мошенников. Сайты нелегальных кредитных организаций, финансовых пирамид и фишинговых ресурсов могут блокироваться по инициативе Центробанка во внесудебном порядке в течение нескольких дней, рассказывают эксперты. Сейчас много мошенничества в этой сфере и легко создать сайт, похожий на сайт какого-нибудь органа, может быть, даже на сайт госуслуг, где просить людей вводить важные персональные данные, в том числе платежных документов по картам и что-то. Вернуть нелегко, потому что, когда происходят платежи через сайт, как правило, это не находится даже на территории России. То есть деньги могут уходить в другую точку мира и понять, в какую именно требуется очень много ресурсов. С начала декабря операторы связи обязаны предоставлять гражданам бесплатный доступ к так называемым социально значимым сайтам. В утвержденном перечне их 371 госуслуги, порталы госорганов, банков, даже некоторые соцсети. Они должны быть доступны пользователям даже при нулевом балансе. Интернет-провайдеры будут обязаны обеспечить доступ независимо от того, есть у человека деньги в настоящий момент или нет этих денег. Мне кажется, это тоже такая полезная функция, но легко осуществляемая. Хотя в качестве перемарки отмечу, что интернет-провайдеры, когда вводили этот закон, выдвигали свои возражения по поводу того, уместно это или неуместно. С этого месяца мобильные операторы начнут блокировать серые корпоративные сим-карты. Компании обязаны вносить данные о физлицах, на которых зарегистрирован корпоративный номер в единую систему идентификации портала госуслуг. Если этого нет, номер заблокируют. Это поможет бороться с телефонными мошенниками. С декабря на сайтах по поиску жилья, недвижимости и других товаров и услуг можно будет совершать юридически значимые действия. Учетная запись госуслуг подключается к этим ресурсам, которые всем известны. И удобно можно будет работу находить, договор трудовой заключить, обычный договор заключить. И прелесть этого в том, что получается две стороны сделки. Во-первых, мошенничество исключается, поскольку ты знаешь, что на той стороне проверенный пользователь, который на госуслугах проверен, имеет учетную запись. И ты как проверенный пользователь. Теперь не нужно ехать в ЗАГС по месту проживания, чтобы расторгнуть брак или зарегистрировать ребенка. И это можно сделать в любом ближайшем учреждении. Например, расторжение брака возможно только в том ЗАГСе, где брак регистрировался, либо где живет заявитель. Сейчас оно можно сделать в другом ЗАГСе. Если ты переехал в другой город, тебе не нужно возвращаться в тот город, где вы регистрировали брак, и ты можешь подать заявление там. С рождением ребенка то же самое. С 1 декабря вводится обязательная маркировка для скоропортящейся молочной продукции и минеральной бутилированной воды. А за подделку маркировки появляются уголовные наказания о лишении свободы до трех лет со штрафом до 80 тысяч рублей. За продажу таких товаров штраф до 400 тысяч рублей. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События. Эта неделя запомнится самарцам перепадами погоды и борьбой с гололедом. Городские службы активно обрабатывали дороги и тротуары реагентами. В контроле за состоянием уличнодорожной сети участвуют по максимуму все профильные специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». Такие же работы ведут и на других объектах в парках, скверах, на набережной и других территориях. Но, несмотря на это, жители все же оказались в травмпунктах. Как перемещаться в гололед по улицам, чтобы избежать падений и травм, выяснили наши корреспонденты. Всю ночь лил дождь. Он мгновенно смывал реагенты и соль, которые коммунальные службы сыпали на дороги и тротуары. Под утро похолодало. Как результат, все покрылось карамельной глазурью. Вот только от нее скорее горько. Особенно тем, кто оказался в травмпункте. Павел Исаев, один из первых, ощутил на себе последствия непогоды. Я очень спешил на работу, торопился. Оказалось, что на улице выпал снег и оказался ледок, была минусовая температура. Я торопился и скользнулся, упал на левую сторону, очень ударил бедро. В травмпункте, конечно, очередь. Большинство людей за 30 обращаются с ушибами, с переломами. С наступлением холодов ежегодно число пациентов в травмпунктах области возрастает. Эта осень не стала исключением. Безусловно, сейчас наступает пора повышенного травматизма на улицах, поэтому у нас становится все больше таких пациентов. Все зависит от погодных условий. Если это утоптанный снег такой прошел, то тут не будет наплыва. А если вот как сегодня, то есть внезапный мороз после дождя, то, конечно, это более опасно. Если мы говорим про КТ или рентгенографию, они оба метода основаны на использовании рентгеновской трубки, рентгеновские лучи, это связано с облучением. КТ обладает более высоким уровнем облучения, более высокой лучевой нагрузкой. Но и КТ, и рентгенография, это, конечно, безопасные методики. Чаще всего люди ломают руки, на которые пытаются опереться во время падения, а также лодыжки. Но если в этой ситуации травма очевидна, то в случае удара мягких тканей все гораздо сложнее. И выявить такие повреждения непросто. Если человек упал на улице, например, при этом он чувствует резкую боль, он чувствует, что он не может опереться на конечность, он не может двигать рукой, если мы говорим про руку, то, естественно, ему нужно обратиться к врачу. Доктор делает вам снимки рентгеновские и говорит о том, что у вас все хорошо, нет перелома, это не означает, что у вас нет серьезной травмы, которая потребует какого-то лечения. Потому что очень часто наши травмы, особенно бытовые и уличные, сопровождаются повреждениями мягких тканей. Это связки, сухожилия, мышцы. Эти повреждения на снимках мы никогда не увидим. И мы их можем определить только спустя какое-то время. Специалисты советуют во время гололеда передвигаться очень осторожно, маленькими шажочками, не держать руки в карманах, чтобы балансировать во время движения, надевать удобную обувь. Наиболее опасны в гололед лестницы. Спускаясь, нужно ставить на каждую ступеньку обе ноги, а не шагать, как обычно. Медики рекомендуют всем, независимо от возраста, проходить диспансеризацию, чтобы знать о состоянии своих костей. Тогда врачи подберут лечение, укрепляющие кости. И в случае гололеда риск возникновения перелома будет меньше. Мэри Елчан, Мария Левина, Николай Сидоров, События. В следующем году на самарских дорогах устранят 73 потенциально опасных участка. Об этом говорили в администрации города на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Снижается ли в городе детский травматизм и как реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги» расскажут наши корреспонденты. На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения руководители профильных ведомств и крупнейших транспортных предприятий совместно с сотрудниками госавтоинспекции обсудили меры, способствующие повышению дорожной безопасности. В повестке комиссии оснащение трамваев и автобусов камерами видеонаблюдения. За 2021 год устройствами оборудовали 214 вагонов и 199 автобусов. Также обсудили статистику ДТП с участием пассажирского транспорта. В 2022 году работа по дооснащению системами видеонаблюдения и тахографами продолжится. Департамент городского хозяйства и экологии выступил с докладом об устранении очагов аварийности на дорогах местного значения Самары в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По итогам 2020 года совместно с ГИБДД города был составлен перечень аварийно-опасных участков. В него вошли объекты, которые требовали проведения инженерно-технических работ. По состоянию на первое-двенадцатой работы по ликвидации очагов аварийности 14 объектов они завершены. На сегодняшний момент продолжаются работы по одному адресу. Это Зухининское шоссе, улица Товарная. В настоящий момент надзорными органами определены 73 потенциально опасных участка, так называемых предочага, которые в 2022 году профильному ведомству предстоит устранить. Также обсудили тему детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах. За 10 месяцев этого года произошло 120 ДТП с участием детей, в которых пострадали 129 несовершеннолетних. По сравнению с прошлым годом сотрудники госавтоинспекции отметили снижение аварийных случаев. В большинстве аварий дети были без сопровождения взрослых, что и стало причиной наезда. Также подвели итоги просветительской деятельности госавтоинспекции в школах, детских садах и колледжах. Для уменьшения числа ДТП и дальнейшей реализации профилактических работ город позаботился о приобретении так называемой лаборатории безопасности. Лаборатория безопасности оснащена разнообразным оборудованием, начиная от работающих светофоров, с помощью которого мы создаем автогородки. Также есть макеты автобусных остановок. То есть проигрываются все ситуации, в которые ребенок может попасть у нас на дороге. По прибытии в Самару новой лаборатории безопасности будет разработан график, по которому ответственные за это направление специалисты будут рассказывать детям о правилах безопасного поведения на дороге. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Григорий Плешаков, События. На линию вышли еще четыре капитально отремонтированных вагона метро. В салонах заменили сидения, установили камеры видеонаблюдения и предохранители между вагонами во избежание несчастных случаев. Обновленный состав осмотрел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Этот электропоезд сегодня отправился в свой первый рейс после перезагрузки. Четыре вагона метро обновили от и до. Полностью заменили сидения и поручни. Установили камеры видеонаблюдения, записи с которых хранятся до 15 дней. Для инвалидов-колясочников организовали специальную зону в главных вагонах. Также смонтировали новую систему освещения, светодиодную, что особенно важно для слабовидящих граждан. Вагоны оснастили надежной автоматической системой пожаротушения, а сидения теперь с антивандальным покрытием. По словам сотрудников метрополитена, периодически находятся любители прокатиться на сцепках между составами. Теперь им этого не удастся. Там установили специальные предохранители. Преображение подвижного состава стало возможным благодаря реализации государственной программы развития транспортной системы Самарской области на 2014-2025 годы, а именно ее подпрограммы развития пассажирского транспорта в Самарской области. Власти намерены продолжить поэтапное обновление парка метрополитена. Программа дальнейшего капремонта она сверстана еще на три года. В 2022 году мы 7 вагонов обновляем, 10 вагонов в 2023 году и остаток вагонов все обновляем на 2024 год. Подчеркиваю, что метро и рельсовый транспорт это та перспектива общественного транспорта, которая не имеет права, должна быть и она будет. В день метро перевозят порядка 30 тысяч человек. Одна из главных задач городских властей и муниципального предприятия Самарский метрополитен сделать поездку комфортнее и безопаснее. В 2024 году все вагоны будут капитально отремонтированы, без перепробегов и самое главное не будет превышено срок их нормативной эксплуатации. Пассажиры, которые уже успели прокатиться на других обновленных составах, оценили их преимущества перед старыми вагонами. Все устраивает, хорошие вагоны, светло и удобно. После капремонта срок службы вагонов продлевается на 15 лет. Подается заявка на приобретение еще одного нового электропоезда. Это связано с предстоящим строительством станции метро Театральная, которая свяжет отдаленные районы Самары с историческим центром. После введения станции в эксплуатацию пассажиропоток, конечно же, увеличится. А интервал движения поездов, который составляет сейчас 10 минут, планируется сократить. Согласно расчетам, оптимальное время порядка 6 минут. Специалисты считают, что для выполнения этой задачи новый поезд будет хорошим подспорьем. Мэри Елчан, Григорий Пешаков, События. В Самаре более 80% пользователей онлайн-магазинов делают покупки минимум раз в месяц, 29% минимум раз в неделю. Исследования провели аналитики Яндекса. Главные причины для самарцев покупать онлайн это возможность сравнивать предложения разных продавцов и читать отзывы, а также экономия силы времени, которые потребовались бы на поездки в магазины. Доля покупок, которые жители города делают со смартфонов и планшетов, продолжает расти и составляет уже около 70%. Покупаясь мобильных, люди почти в 4 раза чаще пользуются приложениями магазинов, чем сайтами. Среди товаров, которые пользуются самым широким спросом, средства для ухода за лицом, телом и волосами. Их хотя бы раз в течение года покупали 68% респондентов из Самары. На втором месте продукты. Их покупают в интернете 62% опрошенных. И на третьем месте одежда и обувь 61%. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok